Александр Дюма Александр Дюма Дамы и господа, Буратино и Мальвина 30 лет спустя. Сегодня на биржбанковской валютной бирже резко взлетел курс юаня. Акции металлургических предприятий ответили падением на поне укрепляющийся цен на природный газ и продолжающийся ралли 20-летних казначейских облигаций. Цены на золото достигли своего исторического максимума. Ты смотри, а, золото уже 300 баксов функция. Ты слышал? Золото подорожало. Это ж на сколько теперь мой ключик потянет? Это ты про тот ключик, который в ломбард снес? Бизнесмен хренов. Да я выкуплю, зуб даю. Зуб свой деревянный можешь не выкупать. А вот ключик действительно жалко. Да и вообще, что ты везде в дом сидишь своим радиом? Сходил бы, что ли, куда? Вон, пьеро проведать. Так месяц назад же был. Оградку поправил, памятник покрасил. Че очистить-то? Ну, я не знаю. Все-таки я вину чувствую. У нас же на даче это случилось. А нечего было ему возле работающей пилорамы рукавами махать. Он сам виноват. Все орал, не затянет, не затянет. А я ему спорю на косарь, что затянет. Вот. Косарь бы нам с тобой точно сейчас не помешал. Слушай, а вот скажи, че ты Артемона прогнал? Да, че-то запасался я. Чего? Ну, не живут пудели по 40 лет. И не разговаривают. Там явно какая-то радиация была. Радиация не радиация? А, между прочим, щенки по 10 тысяч влетали. Во-во. И то, что щенки летали, меня тоже здорово настораживало. Настораживало его. А жить-то мы на что будем? А главное, где? Говорила тебе, перепиши папину коморку на себя, пока Карла в здравии. Теперь ходи, доказывай, родство полено с человеком. Ой, за что меня Толстой сиротой выписал? Я даже к маме уехать не могу. Ну, перестань. Перестань, моя дорогая. Все у нас будет с тобой хорошо. Хорошо. Это ты все в свою поле чудес веришь. Да, верю. Было оно у меня один раз и еще будет. Я тебе это поле чудес никогда не забуду. Говорили тебе, бери деньги, бери деньги, а ты приз, приз. Нафига мне этот тостер? Тебе миллион предлагали. Нет. Надо было за Карабаса замуж выходить. Игрушки, плетка. Прямо 50 оттенков серого. Да нормально живем, Маля. Нормально, как все. Нормально, Буря, как все. Да ты вокруг-то посмотри. Вон, тортилла. Бурой тиной своей торгует. Фасует по 30 грамм. Продает по 30 баксов. Затягивайся бурой тиной. Три раза в день жить будешь 300 лет. Видел рекламу по телевизору? Да хватит тебе уже. Ну, что ты в самом деле-то? Толку от тебя ноль. Был бы ты хоть из березы. По весне бы с тебя сок добывали. А так дуб-дубом. Да я пихта. Да я не про сорт. А кто мне говорил? Ой, хорошо, что у меня муж хвойный. Освежитель в туалет покупать не надо. Слышь, шутник. А ты вообще вспомни, когда у нас с тобой последний раз хоть что-нибудь было. А я тебе сколько раз говорил, давай съедем из Питера. Влажно мне тут. Размакаю я, мягчею. Ладно. Задираю рубаху. Оливить буду. Только в два слоя. Да я знаю. Алло. А что говоришь? А аккумулятор сел? Да, конечно, конечно. Подъеду, прикурю. Кто звонил? А... Это наша футбольная сборная. Да. У них автобус застрял. Надо толкнуть. Знаешь что? Мы деревянные. Должны держаться вместе. Вот пойду толкну и приду. Знаю, я твой толкну приду. Потом отметим баня, девки. Ну какие девки? А кто из Таиланда с термитами приехал? Ну было-то всего один раз. Ну че ты? Да за что мне это все, а? Буря! Да ты вокруг-то посмотри. Глаза-то разуй свои. Дуримар вон. 70% мирового рынка пиявок контролирует. Лиса Алиса с котом Базилею контактный зоопарк открыли. Сверчок уже сам на скрипке не играет. Нанял цикад. А не ему по переходам пили какую долю приносит. А у него мозг, между прочим, полтора грамма. Сколько я тебя раз спросила? Припей полку, припей полку. А я тебе сколько раз говорил, не могу я гвоздь в дерево вбивать. Вдруг это тетка моя. И вообще, знаешь что, надоело. Вот честное слово, напишу записку, что ты во всем виновата. И зашверлюсь. Че ты меня билишь-то постоянно, а? Чего? На рынке сырья на 50% выросли цены на пихту. Это я тебя еще не пилю. Мальвеночка, не надо! Не надо, милая! Еще одно произведение 20 лет спустя. По щучьему велению. Емель, Ау! Емель! Че кричишь, мужик? О, Емель! Слушай, помощь твоя нужна. Будешь? Что это? Фаршмак. Что? Рыбка фаршированная. Нет, спасибо. Слушай, скажи своей щуке, чтобы она, ну как старину, по щучьему велению для меня... Да нет ее. А что с ней? Будешь? Так ты ее... Ну да. Понимаешь, мужик, когда уже все есть, чего хочется, то уже ничего не хочется. Было одно навязчивое желание съесть ее. Будешь? Как же ты теперь без нее-то? Да запросто. Я теперь свои желания сам исполняю. Хочешь покажу? Ну. Подержи. Смотри. Глаза. Вперед! Нос по ветру. Ноги домой, сами, шагом марш. Раз-два. 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 Раз. Песню рот запевай. Вдоль по дороге, вдоль по дороге, вдоль по дороге, а вот я шагаю раз и два, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Надо же, двадцать лет прошло, а Емеля как был дураком, так дураком и остался. Самое романтическое произведение школьной программы «Алые паруса». Грей и Ассоль. Грей и Ассоль, двадцать лет спустя. Грей и Ассоль. Грей и Ассоль. Грей и Ассоль. А в этот пласте из твоих алых парусов сшила. Дорогой, я твои алые паруса сняла и постирала, постирала с твоими белыми носочками и белой рубашкой. Теперь у тебя алые носочки и алые рубашки. Классненько же, да? Раз уж разговор зашел, ты больше не раскидывай свои носки по дому. Мы же вроде на берегу договаривались. А вот и детки со школы вернулись. Здравствуйте, детки. Здравствуй, Марио. Я купила тебе новые алые штанишки. А тебе, Марио, я купила новую алую футболку. А тебе, Емилию. Алышной ручки, а тебе, Хосе, Аллы Гольфики, а тебе, Фабио, диск Аллы Пугачёвой. Какие у нас чудные детки, правда? Может быть, ещё одного заведём? А ещё я тебе давно хотела сказать, нужно давно поменять паруса. 20 лет одни и те же. Давай купим какие-нибудь разноцветные или нет? Какие-нибудь дизайнерские цветочки, как ты считаешь? А может быть, по путешествиям далеко-далеко? Но если бы нас никто не найдёт, как ты считаешь? Я слышу мой корабль, я слышу чаек, я вижу море, море, забери меня. А море, море, рядом с калом, ты ненадуга подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусы малым вместе с тобой. Что за сказку мы вам покажем сейчас, 20 лет спустя, догадайтесь сами. Разлука, жиро, злука, чужая сторона. Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. Ну, здравствуй, Колобок. Я же говорил, мы ещё встретимся. А я не помню, может, и говорил. Колобок, Колобок, я тебя съем. Ешь. И съем. И ешь. Ну? И съем. И ешь. Эй, эй. Эй, это что за свинство? Может, воднички дать запить? Ты же мне последний зуб сломал. А ты что, хотел, чтобы я через 20 лет был с пылу с жару? Теплой и мягкой? Опа-на. Какие булки. И без охраны. Обедать извольте. А чё это ты такой веселый, а, Колобок? Заяц насмешил. Заяц? Ты ещё здесь? Уже ухожу. Чего? Я говорю, поплывайте вкусную сдобную булочку. Залагой французский багет. Я бы даже сказал, кло-сан. Приятного аппетита. Слышь, чё это с ним, а? Из ума выжил? Заяц-то 20 лет не живут. А волки живут. Ну, это смотря сколько охотников уродится. Слышь, ты у меня зубы круглые не заговаривай. Тут кто-то про зубы сказал. Ага. Я тебя съел. Ну-ка, ешь. Да ты чё? А где вот эти гнилые отмазы? Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл. Не ешь меня, я внучки. Так внучка-то выросла, располнела, на диете сидит. Ей мучного нельзя. Да, а мне можно. Я тебя съел. Ты что, косой? Ты что, косой? Ты что, косой? Сам ты косой. Ну, куши. Чего? Зубов-то нет, если так. Да, куся, вы куся. Спасибо тебе, Колобок. Ты настоящий друг. На дедоколы и своих зубов не залка. Здравствуй, миса. Становит совсем интересный. Ух ты. Не зря мне сегодня пьяные пчёлы снились. О, Колобок. Не ешь его, миса. Он каменный. Чё? За дурака меня принимаешь? Каменный он. Зуб даю. Я слышу, уже кому-то отдал. Сам сожрать хочешь? А ну-ка, Колобок. Я тебя сейчас. Пожалуйста, барин. О, чё это с ним? Бошку напеку в печке, а? А ну-ка. Ай! Тьфу, лови медведицу. Ой, не больно-то как. Так. Ха-ха-ха-ха. Я тебе. Я тебе. Миса, я же тебе говорил, зуб давал. Что это с ним? Какие? Да затерствел он за 20 лет, олухи. О, кума, лыжая. И ты, подоколобка, знаешь. Ну, кто с этого не знает, кроме вас, идиотов, а? А я слышу, ты тоже попробовала, да? Дурак. Они у меня сами выпали. От возраста. О, колобок, колобок. Колобок, колобок. Лиза, ты чё удумала? Ты чё удумала, а? Ну, что с тобой теперь удумаешь, а? Я тебе говорю, колобок, послины с тобой в боулинг поиграем. Каменный ты мой. Точно, пошли. Я тебя там с такими кеглями познакомлю. Струблые, твердые. Пошли, пошли. Стой, Миса, стой. В редьку его заманим, размотим. И замотим. И созрём. Пойдём, миленький мой, быстрее, быстрее.